Титаны самарской скульптурной мысли взялись за создание памятника женщине. Четыре эскиза от скульпторов Николая Куклева, Степана Корсляна, Ивана Мельникова и Андрея Александрова стали ответом на предложение городской думы поучаствовать в архитектурном конкурсе. Выбрать скульптуру, которая будет красоваться в одном из парков Самары, смог любой желающий. Для этого нужно было прийти в детскую картинную галерею и проголосовать. Было очень много народу в день, когда мы проводили ночь в музее. У нас было около тысячи человек за несколько часов. Когда мы просили, допустим, вы встаньте туда, где вы считаете, что вот эта вот скульптура вам нравится больше всего. Но больше всего было у двух. Значит, вот у Николая Куклева и вторая вот у Корсляна. Предложение вызвало множество отзывов в интернете. Своё мнение о том, какая именно скульптура лучше всего отражает идею и является собирательным образом всех самарских представительниц прекрасного пола, высказали более 11 тысяч человек. Теперь слово за участниками оргкомитета «Культурная Самара». По словам организаторов, победит тот образ, который соединит в себе бесконечную нежность и невероятную стойкость русской женщины. Должна быть увековечена женщина, женщина-мать, которая провожала на фронт сыновей, мужа, которая трудилась здесь в тылу, которая потом восстанавливала нашу страну. И вот я уже говорил о том, что это должен быть такой памятник нашей поколенческой благодарности. Памятники скульптурной композиции, они ставятся не только и не столько для того, чтобы украшать город, но еще и для того, чтобы вызвать у людей какие-то эмоции, чувства, заставить, стать на секунду лучше, чище, вспомнить о корнях, об истоках. Если хотя бы каждый десятый, который будет проходить мимо этой скульптурной композиции, хотя бы на секунду об этом задумывается, я буду считать, что мы свою работу выполнили с ПАУ. Представители Оргкомитета «Культурная Самара» определятся с выбором на следующей неделе путем закрытого голосования. Скорее всего, новая скульптура украсит парк «Родина» в промышленном районе города. Также в Самаре вскоре появятся памятники учителю, дяде Степе из произведения Сергея Михалкова и композиция «Клен» в честь 35-летия исполнения песни ансамблем «Синяя птица». Алина Чемерез, Алексей Золотенков, События. Субтитры создавал DimaTorzok